Джавелины в Украине. Госдеп США официально подтвердил информацию. Знаменитые противотанковые комплексы получены украинскими военными. Дмитрий Анопченко сейчас находится в Пентагоне, где выяснил все подробности. Дима, здравствуй, расскажи, что тебе известно об этом громком событии. Кать, ну действительно, событие громкое, ты права, хотя бы потому, что о нем столько говорили, хотя бы потому, что столько было скептиков, которые считали, что это никогда не произойдет. И вот теперь это случилось. Это уже официально. Я не ориентируюсь на информацию прессы. Мне лично представитель Госдепартамента несколько часов назад подтвердил, что Джавелины уже на территории Украины. Так что все случилось. По неофициальной информации, которая у меня есть, якобы Джавелины доставили еще в пятницу. Однако и американские и украинские военные приняли решение держать все это в строжайшем секрете, хотя бы до того момента, пока не просто в Украине ракетные комплексы окажутся, а пока их доставят до мест дислокации. Ну вот так уже все сейчас случилось. Об этом сейчас официально говорят. Есть три вопроса, которые наверняка, Кать, возникают и у тебя, и у наших зрителей. На эти три вопроса я отвечу. Информация неофициальная, но получил я ее сегодня здесь, в Пентагоне, из разговоров с людьми, которые отвечают за Украину. Первый вопрос. Почему так долго? Отвечаю. Дело в том, что Соединенные Штаты были обеспокоены условиями хранения джавелинов на украинской территории и сказали, что эти условия должны соответствовать тем, которые есть в самих Соединенных Штатах, потому что здешние военные наслышаны о пожарах, о других проблемах на наших военных складах. Так что Украине пришлось выполнить домашние задания. И вот сейчас, когда точки хранения уже подготовлены, тогда первые ракетные комплексы и пришли. Есть второй вопрос. Будут ли джавелины размещены в зоне АТО? Официальной информации нет. Ответ держится в секрете. Однако сегодня утром я разговаривал с человеком, который при Обаме был одним из руководителей Американского Министерства Обороны. Он мне сказал, что по его информации было принято решение, целый план был разработан, в зоне АТО джавелины не размещать. Потому что есть опасность того, что они могут быть захвачены либо пророссийскими боевиками, либо российскими военными. Могут быть провокации. Поэтому якобы, оговорюсь здесь, это все-таки якобы, есть план создать вот такое вот ракетное кольцо вокруг зоны АТО и разместить джавелины в украинском тылу. Ну и есть третий очень важный вопрос. Наверняка тоже наши зрители сейчас им задаются. Ну а вот сможет ли Украина эти ракетные комплексы использовать самостоятельно? Если будет агрессия, если возникнет угроза, или придется звонить в Вашингтон и спрашивать разрешение? Мне неофициально сказали, что коммерческий контракт на поставку ракетных комплексов предполагает ограничения, в том числе Украина не сможет их перепродавать, однако использовать самостоятельно Украина в случае агрессии их сможет. Просто главнокомандующий президент примет решение, и тогда джавелины будут задействованы. И здесь считают, что это очень серьезный сдерживающий фактор. Он повышает цену возможной агрессии. Вот такие новости к этой минуте. Дима, спасибо тебе за детали. Дмитрий Анопченко был на связи со студией из Пентагона. Продолжение следует... Продолжение следует...